Дорогие друзья, это Дмитрий Касин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показываю этого потом. И сегодня речь пойдет о детской книжке для старшего дошкольного, младшего школьного возраста на довольно-таки непростую же тему. Но просто подача материала чрезвычайно веселая. Написана книга очень просто, текста в ней немного, а информации полезной очень много. Итак, тайная жизнь съедобных растений. Как приручили кукурузу и томат. Это такой подзаголовок, который на самом деле даже как-то сужает тему, потому что здесь далеко не только о кукурузе, о томате. Здесь огромное количество незнакомых слов встретится среднестатистическому дошкаленку. Но если, конечно, у него на завтрак авокадо, на обед киви, а на ужин там какой-нибудь томанго, значит, как человек, выросший в Советском Союзе, ничего из этого я даже на слух не пробовал. У нас была книжка, которая называлась «Путешествие с домашними растениями». И там как раз показывают, что скучный фикус на окне, какая-нибудь дифенбахия, какой-нибудь декабрист, это растения, пришедшие к нам из далекой Индии, из далекой Персии, из далекой Южной Америки. Там рассказываются удивительные истории. Это воспринималось как чистая научная фантастика, вот как полет на Марс. При этом, вот такой простенькой, занимательной книжкой в детстве мне почему-то не попалось. Хотя я уверен, что были, были книжки, где рассказывалось, как, собственно, люди приручали обычные, понятные и кажущиеся из-за этого скучными растениями. Эта история действительно не представляется такой вот прям авантажной, такой вот прям такой интригующей с первой секунды. Для этого сделаны две простые вещи. Все знают, знает любой художник, это знает любой человек. Достаточно добавить что? Правильно. глазки, значит, любому предмету на свете, и он мгновенно станет живым существом. Со своим характером, со своей биографией, со своим выражением лица, мордочки, значит, или что там у него. Вот. Это не важно что. Это может быть чайник, телевизор, лампочка, тополь, значит, зад собаки, огрызок яблока, значит, точилка для карандашей. Стоит только добавить глазки. И вот художник добавил глазки этим овощам, и у нас тут получилось, ну, просто, конечно, такой легкий, веселый, сумасшедший дом. Это очень здорово, ребенку страшно нравится. Да, собственно говоря, ну, всегда, когда художник шутит, это очень оживляет любой научпоп, любую познавательную литературу. Вот здесь у нас есть и томаты, и всякие растения, да. Одни из них довольные, другие из них не очень довольные. Вот. А третьи из них там что-то говорят, переговариваются благодаря этому. Ну, и второй прием, который использован, это, конечно, поиск необыкновенного в обыкновенном. И здесь автор заходит довольно далеко. Потому что такие скучные вещи, к которым мы привыкли. Мы, может быть, и у нас давно уже кукуруза не царится полей, но это повседневная еда у половины россиян, наверное. И, в общем, ничего удивительного в этом нет. Что в виде попкорна, что в виде вареных початков, вот это на пляже вареная кукуруза, вареная кукуруза и так далее. Вот. Что в виде консервированных в банке зерен, да. Кукуруза и кукуруза. Мы привыкли к ней. А ведь, однако, она имеет очень славную историю. Она вообще не похожа на дикое растение, которое было ее предком. Уже так можно говорить. Потому что, значит, столетия селекции сделали из полутора сантиметрового плода. Вы только вдумайтесь. Вот эту вот здоровенную, огромную кукурузину, царицу полей. Которая, значит, растет везде. Ну, ладно, в Заполярье она все-таки так и не выросла. Простите, Никита Сергеевич, не получилось. Вот. Но, в принципе, его реал распространения колоссальный. И это очень-очень хорошая культура. Только что буквально роман читал о колонизации Австралии, да, тоже трагической, сложной и так далее. Что они там сеяли? Кукурузу сеяли. Которой там отродясь, конечно, не было. Зато, когда она прижилась, когда ее стали высевать культурные сорта кукурузы, она могла реально прокормить семью. Потому что это по плодоносности и по эффективности одна из самых замечательных культур на Земле. И вот весь путь селекции таких простых растений, как тропические плоды, огурец, это лиана, это тропики. То, что он у нас где-то в Огде или в Архангельске растет в теплице. Это вообще удивительно, если вдуматься-то, да. Ну, вот, шутка художника, да. А твое семейство где, спрашивает у нас баклажанчик. В супе, рыдает картофелина. И так далее. Значит, здесь очень много разных поводов. Вот, например, тут и батат, и маниок, и сорга. Знаете, сорга это для меня все равно, что бурга. Или какой-нибудь, я никогда этого не ел. И никогда, наверное, не захочу поесть только ради экзотики. Потому что я не привык к этой еде. Но оно есть, и им питаются миллионы людей. Вот, об этом тоже интересно узнать ребенку. Ну, и вот неизвестная дикая жизнь тех растений, которые, да, вот, например, просто не узнает собрата, что называется. Вот такой он был в дикой природе, вот такой он стал, значит, после селекции. Дальше, как производилась эта селекция? Способы выживания, способы одомашнивания растений. Это не менее интересный процесс, чем одомашнивание животных. Естественно, Мендель, куда же без знаменитого монаха. Но при этом вообще не каждый решится излагать историю вот с генетическими экспериментами Менделя, который, значит, несколько десятилетий у нас горох высевал и наблюдал за ним. Вот, основные открытия, да. Вот, и, наконец, привет, домашняя жизнь, как из этого вот скромного початка, вообще не похожего даже на кукурузу, получается современная кукуруза. Рассказано очень доступно о том, что такое генетическая модификация. Рассказано о том, какие бывают способы нарушения экологического равновесия о растениях, которые не следует просто так рассевать или пересаживать с одного континента на другой. Везде есть своя эко-сфера. Это упоминается. Упоминается о хранилищах семян. Ну, все читали это. Вот там где-то, там на далеком севере, там в Исландии, во льдах, в скале вырублено на случай атомной войны. Какие льды, какая скала? Хранилища семян есть в любой стране. Их более полутора тысяч по планете, если я правильно запомнил цифру. Вот, хранилища семян – это национальный семенной фонд. И там как раз образцово-показательные, значит, наборы семян каждого из сортов, для каждого региона, для каждой климатической зоны хранятся и воспроизводятся, заменяются свежими постоянно. Почему? Потому что это жизненная необходимость. В блокаде, в Ленинграде сотрудники института сельского хозяйства умирали с голоду один за другим, но семенной фонд не тронули. Семена пережили войну. Вы вдумайтесь! Люди жертвовали жизнью своей и собственных родных и близких, да, но к семенам не прикоснулись. Это очень важно. Вот такие темы, да. Ну, конечно, в детской книжке ничего этого не рассказывается. В детской книжке рассказываются более простые вещи. Рассказывается о том, как получается гибридизация. Рассказывается о том, как выводятся новые сорта, зачем это делается, насколько это сложный эффект, да, вот, гадание на горохе. Гладкий-гладкий-гладкий, морщинистый. Ну, все же мы вскрывали в детстве вот этот замечательный чехольчик, да, стручок с горошинами, да. Все мы удивлялись, насколько они разные, насколько, может быть, на одной и той же веточке горошек может быть сладкий, может быть, кислый, незревый, твердый, да, все по-разному. И вот как это происходит в наши дни, уже в лаборатории, уже не на грядке монаха Менделя. Вот. О сохранении разнообразия природного, об экологии тоже сказаны очень важные слова, да, в конце книжки. В целом, одна из лучших научно-популярных познавательных книг о природе, о сельском хозяйстве, которую я могу вам порекомендовать для вот этого возраста. Ну, и, конечно, необычайно смешная книга, потому что художник, по-моему, очень постарался, придумывая вот эти вот рожицы. Всем хорошо знакомым и даже, может быть, скучноватым для детей плодам, которые они видят на своем столе каждый день. Спасибо за внимание.